Здравствуйте, в эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халахов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Подписать то, что уже согласовано, предлагает Никол Пашинян. Армянский премьер всячески пытается переложить ответственность за затягивание подписания этого договора на Азербайджан, подсовывая по коусеченный вариант соглашения. В грузинском Батуми состоялись переговоры министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. По итогам встречи Закир Гасанов, Яшар Гюляр и Ираклий Чуковани подписали трехсторонний меморандум по военному сотрудничеству. Шаги французского государства имеют цель воспрепятствовать деятельности бакинской инициативной группы. Освободительный фронт французских колоний выступил с заявлением в ответ на заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан. Движения «Хамас» как военного формирования больше не существует. Тем не менее, боевики продолжают партизанскую войну с израильскими силами в секторе Газа, а армия Израиля продолжает поиски оставшихся руководителей движения, заявил министр обороны Израиля Юаб Галлан. Президент Азербайджана Эльхам Алиев ознакомился сегодня с проводимой на территории Бакинского олимпийского стадиона работой по подготовке к масштабной климатической конференции КОП-29. Глава государства был проинформирован о строительных работах в голубой зоне по периметру стадиона площадью 49 гектаров, дизайне пространств, организации различных услуг для гостей, подготовке транспортных операций в столице, процессе размещения гостей и других работах, связанных с этим событием. Президенту Альхаму Алиеву было доложено о проделанной работе по созданию на площади 8 гектаров зеленой зоны. Глава государства дал поручения и указания, связанные с предстоящей работой. Никол Пашинян сделал очередное, мягко говоря, странное заявление, связанное с возможностью подписания мирного соглашения с Азербайджаном в некоем усеченном варианте. Армянский премьер безуспешно пытается обхитрить Баку, пытаясь переложить ответственность за отсутствие устойчивого мира на Южном Кавказе на азербайджанскую сторону. В мирном договоре с Азербайджаном, по словам Пашиняна, согласовано 13 пунктов, а также преамбулы соглашения. Еще три пункта, которые состоят из двух предложений, частично согласованы. Утверждает армянский лидер. Накануне МИД Азербайджана ответил официальному Еревану, подчеркнув, что мирное соглашение не подлежит сокращению. Ну а подробнее об этой теме мы поговорим с гостем. На прямой связи со студией председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о согласовании 13 статей и предисловии проекта мирного соглашения с Азербайджаном. Однако, ни слова не говорит о требовании Баку о внесении изменений в Конституцию Армении, в котором черным по белому записаны территориальные претензии к Азербайджану. Какую игру на этот раз затеял Ереван? Вы знаете, мы вот видим все же эту тенденцию, периодически там бросы бывают в полгода раз, иногда там смотришь 8-9 месяцев раз, какая-то пиар-акция. Одна из последних больших пиар-акций был так называемый перекресток мира, концепция открытия транспортных путей, которую премьер-министр Армении Никол Пашинян представил в Тбилиси. И если посмотреть, вдуматься в этот проект, говоря о перекрестке, то больше это декларации, чем действительно какое-то конкретное действие. В данном случае, если мы сравним, что Азербайджан делает, а он уже строит железные дороги, автомобильные дороги, в том числе и в направлении границы. С армянской стороны еще не построено ни одного метра ни железных дорог, ни автомобильных дорог, но вместе с тем очень много говорится о перекрестке мира. На самом деле, в перекресток, если посмотреть, вдуматься на карту, что где возможен, возможно территория Азербайджана в городе Джульфе. Но это возможно, если будет открыт Зангизурский, построен Зангизурский коридор, о чем пока что мы договориться не можем. То же самое сейчас, очередная пиар-акция, что мы готовы к подписанию мира. Очевидно, это делается в преддверии КОГ-29. И, мол, это азербайджанская сторона затягивает. Ну вот посмотрите, вот на, скажем, риторику, да, Пашинян говорит, что вот мы согласовали 13 пунктов, вот давайте подпишем 3 пункта, не согласовали их потом. А почему, например, если, скажем, полгода назад предложение не делал, вот мы согласовали 8 пунктов, давай подпишем 8 пунктов, остальные 8 оставим на потом или 10 пунктов. Понимаете, любой, тем более мы говорим о юридическом документе, о международном праве, он имеет определенную концептуальную структуру. То есть есть определенные принципы, в данном случае взаимное признание территориальной целостности, есть и другие там, они составляют целое, какую-то определенную структуру. И мы говорим, документ должен быть действительно рамочным, конечно, он не может охватить все вопросы, которые существуют сейчас в повестке дня между Арменией и Азербайджаном, но там должны быть отражены принципы. Остальные вещи могут быть доработаны точно так же, как мы дорабатываем вопросы делимитации и демаркации на отдельном треке. Но, вы знаете, делимитация и демаркация исходят из того, из главного принципа, что две страны признают территорию на целостность друг друга, а это в мирном договоре. Так вот, поэтому отрезать какие-то пункты договора, которые составляют основу мирного договора, и говорить, что это мы будем дополнительно в каком-то другом треке обсуждать, опять же, технические и какие-то другие вопросы, да, это можно делать, но принципиально-концептуальные вопросы надо, конечно, отразить в договоре. И здесь, опять же, я говорю, мы вот видим такую позицию. Ну, Тварь Балим, как вы и говорили в ответе на первый вопрос о том, что Ереван как бы делает некие такие вбросы разной информации, вот складывается впечатление, что Ереван пытается вести двойную игру, тот тянет время, тот торопится якобы с подписанием соглашения. Можно ли говорить о том, что Армения на самом деле не сама принимает решение, а просто повторяет то, что ей диктуют ее горе-союзники и покровители? Ну, ей советуют, ей советуют, конечно, и это явно видно и по другим вопросам, что и как делать. Есть определенное количество советников, пиарщиков. Там есть, насколько я знаю, и человек из США, есть человек из Германии. Не обязательно, что эти люди какую-то, скажем, я хочу сказать, что именно какой-то миссией они там. Ну, есть и, конечно, люди с диаспоры, то есть с армянской диаспоры, которые направляют или, по крайней мере, стараются в этом деле помочь, в особенности в отношении пиара. Для людей этих нет понятия, что какие-то вот всеоблюбленный мир, что нужно адресовать проблемы Азербайджана, что 30 лет Азербайджан страдал от оккупации. Для них главное, что обеспечить интересы Армении. Кстати, вот на уровне, экспертном уровне, я сейчас не хочу называть одну организацию, она вот собирается с миссией в Азербайджан. Явно, вот, например, по вопросу Конституции, они приняли полностью армянскую сторону и якобы хотят здесь, понимаете, заниматься посредничеством. Интересно, что вот я в первом вопросе у вас был, были ремарки насчет Конституции Армении. Нам вот тоже говорят, вот особенно иногда западные, там, эти организации, они, как бы, даже больше, чем армяне, они говорят, что действительно вопрос Конституции нужно отложить, это вопрос не сегодняшнего дня. При том, что Пашинян, в принципе, признал, что есть проблема с армянской Конституцией, но, очевидно, нет желания это решать на сегодняшнем этапе. И интересно, те же европейские, так скажем, деятели, если обратиться опыт Европы, Конституции стран, когда шло заключение мирных договоров или урегулирован конфликта, как, например, между Ирландией и Великобританией, то Конституции менялись. В данном случае я говорю о Белфардском соглашении 98-го года. И совершенно недавний случай, это со Северной Македонией, название страны при помощи референдума и Конституции, изменение Конституции поменялось с Республикой Македонии на Северная Македония, в связи с тем, чтобы урегулировать вопрос Греции. Почему-то вот этот европейский опыт изменения Конституции референдумов, он как бы важен в Европе, но вот когда мы этого требуем, мы должны об этом как-то быть более толерантны к этому, понять позицию Армении. И здесь есть еще один вопрос, я хотел бы адресовать. Сегодня выступая Пашинян в Ереване, в рамках диалога он сказал, что в Азербайджане тоже есть территориальное притязание к Армении. Когда декларации прямо по белому, черно по белому написано, что декларация независимости Армении ссылается на незаконное, кстати, решение от 1 декабря 1989 года о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, здесь, как говорится, прямое указание на территорию Азербайджана. Конституция Азербайджана объявляет себя правоприемником АДР, никаким образом это не означает, что мы каким-то образом претендуем на территорию Армении, конкретно на какую-то. Да, наша территория была больше на самом деле, но точно так же Россия объявила себя правоприемником Советского Союза, при этом Россия признает, что после Советского Союза произошел распад и существуют независимые государства, и она, правда, сейчас там с Украиной здесь особый случай по поводу территориально целостности, но Россия признает территориально целостность остальных государств, там, скажем, Казахстан, Азербайджан и так далее. То есть объявление правоприемником и иметь прямые ссылки в Конституцию на территорию чужого государства, это совершенно разные вещи, если не сказать, как иногда грубо в анекдоте говорится, сравнивать две разные вещи. Ну, а в данном случае Пашинян как раз-таки пытается это сделать на форуме. Ну, вот Пашинян также на форуме, помимо вот этих заявлений о готовности подписать 13-м соглашения, вот он также затронул тему безопасности транспорта в сообщении с Баку. По словам Пашиняна, защищенность должна обеспечивать почему-то исключительно, цитата, исключительно армянская сторона. Ну, вот, Фермен, почему именно такие требования выдвигает премьер? Ну, опять же, я хочу сказать, что, очевидно, какой-то опять совет пришел, что здесь разговор шел о какой-то частной компании. Я думаю, что здесь можно просто предположить, что есть давление Ирана в данном случае, потому что будем откровенны, здесь несколько опций есть. Номер один — это трехстороннее соглашение 2020 года, где написано, что контроль должна осуществлять Россия, да, пограничные службы. На этой Армении не идет, очевидно, что и на Западе такого сценария не хотят. Есть вторая опция, вот, они начали в последнее время говорить о частных компаниях. Очевидно, что, когда мы говорим о частной компании, это будет какая-то частная западная компания. Здесь, конечно, уже недовольство и Ирана. Иран, в принципе, против Зангизурского коридора. Поэтому здесь, наверное, Армения пытается успокоить Иран с заявлением тем, что коридор будет контролировать она сама, здесь не будет присутствия каких-то других сил. Хотя, я думаю, что сам по себе Зангизурский коридор вообще принципиально Иран не устраивает, и он будет дальше действовать. Хочу просто сказать, что, конечно, мы видим, что есть определенные позитивные какие-то заявления со стороны армянских официальных лиц в отношении Карабаха. Да, вот, спикер парламента сказал, что надо распустить вот этот межпарламентский, у них как бы совет есть, Армения в кавычках Арцах и так далее. Есть понимание у некоторых, что бесперспективно сохранять этот вопрос, что будущее Армении связано с миром, с Азербайджаном, с Турцией. Но есть вот такая непоследовательность в этих действиях, и поэтому, честно говоря, то, что сегодня Пашинян вот такой выпад сделал, это, опять же, его очередная пиар-акция, так же, как и Перекресток мира. Может быть, мы, я не удивлюсь, что через какое-то время он выступит по-другому, и все же нам удастся заключить договор, договориться об остальных статьях мирного договора. Спасибо большое, Фаридно. Спасибо за подключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. До свидания. Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранного дела Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его новоназначенным украинским коллегой Андреем Сибигой, в ходе которого премьер-министр седвечно поздравил коллегу с назначением на должность. Об этом сообщили в МИД страны. В ходе телефонного разговора также была обсуждена текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной и международной безопасности. В свою очередь Андрей Сибига поблагодарил за поздравления, выразил надежду на дальнейшее укрепление имеющегося сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Премьер также отметил гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном в связи с возникшей вокруг Украины ситуацией в сфере безопасности, в частности поддержка в деле восстановления и реконструкции инфраструктуры в городе Ирпень, а также в деятельности по разминированию. В грудинском городе Батуми состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, генерал-полковника Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Ираклия Чиковани. На встрече были обсуждены новые перспективы совместного военного сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, а также вопросы региональной безопасности и других вопросов, представляющих взаимный интерес. По итогам встречи был подписан трехсторонний меморандум. На полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана состоялась торжественная церемония открытия многонациональных совместных учений сил специального назначения «Бесконечное братство-3». Об этом сообщили Министерство обороны Азербайджана. Иордания и Кыргызстан были приглашены в качестве наблюдателей за учениями с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана. Целью проведения тренингов является обеспечение оперативного согласования деятельности органов управления и подразделений, повышение практических навыков личного состава, взаимный обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков. В соответствии с планом подразделениями специального назначения будут проведены учения по тактике огневой, горно-парашютной и снайперской подготовке. Многонациональных учениях, в которых задействована бронетехника, армейская авиация и беспилотные летательные аппараты принимают участие до 300 военнослужащих специального назначения из шести стран. В рамках подготовки Азербайджана к масштабному климатическому саммиту КОП-29 в Баку стартовал международный форум поддержки экологической политики через молодых лидеров. Ровно на четыре дня азербайджанская столица превратится в площадку для обмена опытом между молодыми лидерами из разных стран. 24 молодых лидера из 18 стран, глава НПО, работающий с молодёжью, и несколько десятков руководителей молодёжных организаций собрались вместе в Баку, чтобы обсудить вопросы окружающей среды, изменение климата, расширение эко-волонтёрства, наладить сотрудничество и обмен опытом в области продвижения зелёного мира и зелёного участия, а также обеспечение международной поддержки КОП-29. Все эти актуальные темы будут рассмотрены в рамках стартовавшего сегодня Международного молодёжного форума «Поддержка экологической политики через молодых лидеров». «Наравне с госструктурами страны в активной подготовке КОП-29 участвуют и молодёжные организации, и НПО. Наше объединение также присоединилось к этому процессу. На протяжении четырёх дней молодёжь из 18 стран будет обмениваться опытом по таким глобальным вопросам современности, как изменение климата и защита окружающей среды. По итогам форума будет принята Бакинская декларация. Фонд молодёжи ведёт активную работу в направлении пропаганды участия молодёжи в подготовке КОП-29 и в ходе самой конференции. Радует, что в сегодняшнем форуме принимает участие молодёжь из стольких стран. Участие молодёжи в обсуждении актуальных вопросов чрезвычайно важно». Организаторы конференции убеждены, что Бакинская декларация, которая будет принята по итогу мероприятия, поможет молодёжи со всего мира сплотиться во имя совместного зелёного будущего. Кроме того, планируется создание и устойчивое развитие сети сотрудничества изменения климата и активное зелёное участие. Иностранные гости, принявшие участие в первом дне конференции, отметили, что высоко оценивают вклад Азербайджана в зелёный переход. Эллада Мамедова, Джавид Гадиров, CBC Успешные реформы последних лет. Переход на новую налоговую систему, отвечающую ведущим мировым практикам. Это, а также повышение эффективности налоговой системы вместе с реализацией стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022 и 2026 годы требует детальной регламентации и совершенствования существующих статей Налогового кодекса. Государственная налоговая служба приглашает бизнес-сообщества и предпринимателей участвовать в процессе совершенствования налогового законодательства. В этом особое значение имеют предложения, представленные деловыми кругами, отраслевыми ассоциациями и в целом общественностью, говорится в сообщении ведомства. В этом контексте Государственная налоговая служба в ближайший месяц начинает принимать обоснованные предложения по совершенствованию налогового законодательства. Это необходимо для стимулирования развития бизнеса в стране, касаться вопросов, неурегулированных налоговым кодексом. Предложения должны способствовать решению трудностей, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. В связи с этим на официальном сайте Государственной налоговой службы создан отдельный раздел для подачи предложений граждан, бизнес-сообществ и налогоплательщиков. Ранее для создания благоприятной деловой среды, а также повышения взаимного доверия в государственно-частных отношениях регулярно проходили встречи с субъектами предпринимательства. С ними проходил обмен идеями, изучались мнения по поводу возникающих трудностей. Ряд предложений, выдвинутых на этих встречах, нашли отражение в изменениях налогового законодательства. Московская область сегодня ночью подверглась крупнейшей атаке беспилотных летательных аппаратов. Жертвами стали женщина и 9-летний ребенок. Пострадало как минимум 13 человек. Между тем, США выражают беспокойство по поводу возможных поставок иранских баллистических ракет России, что, по мнению Машингтона, может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Иран же категорически отвергает обвинение, заявляя, что его роль искажается в политических интересах обвинителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Раменским городским округом. При отражении атаки дронов загорелась многоэтажка в Подмосковье. В результате атаки погиб 9-летний ребенок. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, у пострадавшего здания дежурят скоро и реанимации. Кроме того, два дрона были сбиты в Домодедово. Ранее мэр Москвы сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы. В результате происшествия никто не пострадал. Дроны пытались атаковать и другие регионы России, в частности Брянскую область. Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских беспилотников над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны России уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Атака на Московскую область последовала вслед за обвинениями в адрес Ирана относительно передачи России баллистических ракет. Такой шаг может привести к еще большей эскалации, уверены в США. Конечно, нас глубоко тревожат эти сообщения. Любая передача иранских баллистических ракет России станет серьезной эскалацией поддержки Ираном войны России против Украины. Мы ясно заявили, как и наши партнеры на саммитах Большой Семерки и НАТО, что готовы принять серьезные меры. Я не собираюсь забегать вперед или озвучивать их здесь, но мы уже долгое время обсуждаем наши растущие опасения по поводу углубляющегося сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Ираном. Иран ожидаемо категорически отверг обвинения в поставках оружия сторонам, участвующим в конфликте России и Украины. Дескать, обвинители Тегерана сами являются главными подстрекателями этой войны. Мы решительно осуждаем обвинения в адрес Ирана относительно его роли в экспорте оружия одной из сторон конфликта и считаем, что эти обвинения являются результатом политических интересов данных сторон. Особенно потому, что обвинители Ирана сами считаются одними из крупнейших экспортеров оружия одной из сторон войны и, к сожалению, сыграли важную роль в усилении войны и нестабильности в Украине. В Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 144 украинских беспилотника над регионами России. Ведомство отмечает, что это одна из самых массированных атак вооруженных сил Украины. Крупнейшей считается атака, совершенная в ночь на 1 сентября, когда оборонное ведомство России заявило, что ПВО сбили 158 беспилотников. Тем временем российские и китайские военные проведут в сентябре военно-морское учение «Северное взаимодействие-2024» в Японском и Охотском морях. Об этом сообщается на сайте Минобороны КНР. Вашингтон уже отреагировал на эту новость, указав на отсутствие истории успешного и долгого сотрудничества между Москвой и Пекином. Китай объявил о проведении совместных с Россией военных учений «Северное взаимодействие-2024» в текущем месяце. Их целью, по заявлению Министерства обороны КНР, станет углубление стратегического сотрудничества между вооруженными силами двух стран и совместное противостояние угрозам безопасности. В маневрах в акватории Российской Федерации в Японском и Охотском морях будут участвовать военно-морские силы и военная авиация обоих государств. В рамках учений совместный морской патруль будет направлен в значимые морские районы Тихого океана. У России и Китая есть с чем поделиться друг с другом. В частности, Россия может поделиться своей тяжелой авиацией. У Китая свой очень серьезный флот в Тихом океане. И не только в Тихом океане, в принципе. Это сейчас самый быстро развивающийся флот в мире. Также Китай может поставлять различную электронику, чипы, в которых сейчас есть определенный недостач у Российской Федерации. Поэтому, безусловно, в таком симбиозе эти страны ситуативно или стратегически, как они заявляют, это мы еще посмотрим. Но в данном случае они выступают, конечно, в совместных позициях. Вашингтон также выразил свое отношение к запланированным маневрам Москвы и Пекина. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга прокомментировал совместные военно-морские учения России и Китая, заявив, что у этих стран нет истории долгого и успешного сотрудничества. А значит, США не о чем беспокоиться. «На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем за углублением отношений между Россией и Китаем в оборонной сфере, включая многочисленные совместные военные учения в воздухе, на воде и суше. Мы продолжим наблюдать за ними, как мы делали это раньше. Но у этих двух наций нет долгой истории успешного сотрудничества, однозначно не военного. Нет даже полного доверия не в том, что касается региона, не в масштабах всей планеты. Поэтому я не вижу причин менять наши военные позиции по причине этих учений». «Как известно, Тихоокеанский регион занимает ключевое место в стратегии безопасности США на ближайшие годы. И по этой причине Россия и Китай готовятся к различным возможным сценариям. То есть, в частности, в случае, если все-таки будет открытый конфликт между континентальным Китаем и Тайванем, то тогда очевидно, что страны Запада и их союзники в Тихоокеанском регионе попытаются заблокировать Малаккский пролив. А также постараются помешать другой ветке. Это северный маршрут, арктический маршрут, так называемый, который контролирует Россия. И по этой причине, мне кажется, они как раз этим и занимаются, пытаются отработать защиту своих экзистенциально важных коммуникаций». На фоне продолжающейся войны России и Украины Москва и Пекин укрепляют экономическое, дипломатическое и оборонное сотрудничество и заявляют о безграничном партнерстве и сплоченности в противовес Западу. В частности, в середине июля текущего года обе страны провели совместные военные учения на воде и в воздухе у побережья китайского портового города Чаньцзянь. НАТО, а также США и другие страны критикуют китайское руководство за поддержку России в военном противостоянии с Украиной. Пекин же настаивает на своем нейтралитете, считая, что действия Североатлантического альянса лишь провоцирует еще большую конфронтацию. Министерство внутренних дел Германии объявило о введении с 16 сентября контроля на всех сухопутных границах страны на полгода. Сообщается, что эти меры служат дальнейшим ограничению нелегальной миграции и защите от острой угрозы терроризма и трансграничной преступности. Власти Германии распорядились ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны из-за резкого притока мигрантов. Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине министр внутренних дел Нэнси Фейзер. Новые меры будут введены с 16 сентября на шесть месяцев. На данный момент временный пограничный контроль действует на границах с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией. Мы укрепляем внутреннюю безопасность и продолжаем нашу жесткую линию против нелегальной миграции. Я отдала распоряжение и уже проинформировала ЕС. Эти меры защитят нашу страну от опасности, которую представляют исламистский террор и серьезная преступность. Полный пакет мер стационарной и мобильной пограничной полиции существует на всех сухопутных границах Германии, включая возможность отказа в соответствии с европейским и национальным законодательством. С октября прошлого года Германия отказала в убежище 30 тысячам прибывших в страну мигрантам. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, 9 сентября этого года оно уведомило Евросоюз о приказе ввести пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. Пока мы не добьемся надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой общеевропейской системы предоставления убежища, нам необходимо усилить контроль на наших национальных границах. Эти меры также позволят эффективно осуществлять принудительное возвращение. С октября прошлого года у нас уже было более 30 тысяч отказов во въезде на внешних границах Германии. Введение временного пограничного контроля может стать ещё одним испытанием европейского единства. Германия имеет сухопутную границу протяжённостью более 3700 километров с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чешской республикой и Польшей. Глава МИДФРГ отметила, что новая модель позволит властям возвращать людей на границы способом, который является эффективным и совместимым с европейским законодательством. Хотя и отказалась предоставить детали относительно категории мигрантов, которые можно отправить обратно, и согласились ли соседи Германии их принять. По официальной статистике число подавших заявления о предоставлении убежища в Германии в прошлом году превысило 350 тысяч человек. Это на 50% больше, чем годом ранее. Наибольшее число просителей убежища прибыло из Сирии. За ними следуют граждане Турции и Афганистана. Палестинская военизированная группировка «Хамас» прекратила свое существование, заявил министр обороны Израиля Юаф Галланд. По его словам, отдельные боевики террористической группировки будут вести партизанскую войну с ЦААЛ, а армия обороны Израиля продолжит воевать с представителями «Хамас» и будет последовательно уничтожать ее лидеров. «Хамас, как военная формация, больше не существует. Они ведут партизанскую войну. А мы все еще боремся с террористами и преследуем их руководство. ЦААЛ будет последовательно уничтожать лидеров «Хамас». Израиль стремится к заключению мира и прекращению огня. Страна намерена вернуть своих граждан, находящихся у боевиков в заложниках». По меньшей мере, 40 человек погибли и 60 получили ранения в результате израильского удара по одному из районов Хан-Юниса на юге сектора Газа. Израиль заявил, что атака была направлена на значительных боевиков «Хамас», что сразу же опровергли в самой военизированной группировке. Десятки человек погибли и получили ранения в результате израильских ударов по палаточному лагерю в секторе Газа, близ города Хан-Юнис в районе Аль-Маваси. Жители и медики сообщили, что палаточный лагерь, обозначенный гуманитарной зоной, был поражен по меньшей мере четырьмя ракетами. Лагерь переполнен палестинцами, которые бежали из других мест на территорию палестинского анклава. По сообщению гражданской службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара загорелось не менее 20 палаток. Как сообщил представитель палестинских спасательных служб, погибли не менее 40 человек. Ещё 60 ранены и госпитализированы в окрестные больницы. Отмечается, среди жертв были в основном женщины и дети. Это было начало ночи. Мы спали. Вдруг мы услышали звук сильного удара. Около пяти или шести ударов один за другим. Мы быстро убежали. Я не могла выйти из дома от страха. Я думала, что в мой дом попали. Мы были удивлены, увидев огонь по всей округе, рядом с нами. Мы быстро приехали, чтобы спасти людей. Молодёжь и все остальные пришли на место. Мы видели женщины, детей, разорванных на куски. Есть ещё пропавшие без вести. Люди ищут их, и они до сих пор не найдены. Они сказали нам бежать в Аль-Маваси и в Хан-Юниси. И мы бежали. Мы поверили им и приехали сюда. Мы перевезли свои вещи. Мы спокойно спали с нашими детьми. В полночь мы увидели взрывчатые бочки ракеты. Около шести штук. Я не знаю, во что они попали. В детей, в женщин или в стариков. Люди летели. Это неописуемое чувство. Повсюду части тел. «Наши палатки разрушены. Ничего не осталось. Я не знаю, как нам жить, и я не знаю, куда идти. Вы слышите? Мы умираем. Мы в осаде. Всё разрушено. До нас ничего не доходит. Ни еда, ни вода, ничего. Найдите нам решение. Мы мирные люди. Мы не имеем никакого отношения к сопротивлению или к чему-либо ещё». Израильские военные заявили, что их целью были боевики «Хамас», действовавшие в командно-контрольном центре на указанной территории. В армии обороны Израиля утверждают, что применяли высокоточные боеприпасы, воздушные наблюдения и другие средства, чтобы свести к минимуму вероятность причинения вреда гражданскому населению. Представители «Хамаса» в свою очередь заявили, что боевиков на месте удара не было, назвав утверждение о присутствии в палаточном городке бойцов сопротивления вопиющей ложью. «Террористические организации в секторе газа продолжают систематически злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой, включая обозначенную гуманитарную зону, для осуществления террористической деятельности против государства Израиль и войск Цахал. Были приняты все меры, чтобы свести к минимуму вероятность причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и другие средства». Палестино-Израильский конфликт вызвал обширное разрушение перемещения более 2 миллионов человек в секторе газа. Министерство здравоохранения Палестинского анклава сообщает, что с начала войны погибло уже более 40 тысяч человек. Еще 95 тысяч получили ранения. При этом при подсчетах не делается различие между боевиками и мирными жителями. Юлия Данямалиева, CBC. К этому часу это были все актуальные новости. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC-FM. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok